ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Что обсудить во втором обзоре Рыцарей Ледяного Трона. Но хотелось бы начать немного с другой информации, а именно нам все же открыли, что будет за награда даваться при убийстве Короля Лича всеми девятью классами, а именно нам дадут новый портрет на паладина, сам Король Лич, только в молодости, когда он еще был паладином, Принц Артас, что ж довольно хорошая награда, чтобы за нее постараться. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 КАНАЛ! что помимо того что просто говорить хорошая плохая мы должны немного по-другому их это оценивать карты и есть карты которые создают мету например патчис пират глазастик из-за которого все начали играть пиратов да даже те которые классы которые совершенно не играли пиратов например вот 1 2 пиратика стали добавлять шаманы всевозможные или друиды есть карты которые сами по себе хорошие есть же карты которые играют в антиметум то есть примеру это крабы которые едят пиратов или мурлоков есть краб за единицу классический также например да хороший пример это пожиратель секретов который в принципе никому особо не нужен был но сейчас нашел нашел себя по сути и постоянно используется потому что большое количество контроль магов всевозможных секретов магов и даже какие-то там роги которые играют против мага да и все маги берут этого пожирателей секретов потому что без него ужасно трудно в мир или победить и даже против рог которые воруют у тебя секреты и он иногда полезен вот подобные же карты и данная лучше является я считаю то есть это исключительно против агрессивные меты если вдруг будут классы основанные на агрессивном контроле стола до яркий представитель например за улок который сейчас не играет но есть класса например шаманы вольф которые много-много спамят существ или же медлендж хантер у которого есть котята у которого есть крысиные стая да много существ опять же или друид агрессивный представьте друид выкладывает свое заклинание за 5 до кристалла мана 2 2 трентов а вы ему в ответ выкладывайте плугу это конечно будет ужасно ужасно для друида агрессивного потому что пройти их будет практически невозможно ход он потеряет из-за неимения кристаллов маны не в общем-то это да это сильная контра но вот в борьбе контроль на контроль данная карта совершенно не очень хороша то есть что мы можем сказать вообще прогнозирую ли я что эта карта будет играться даже учитывая то что сейчас все перечисленные кроме медлендж хантера а именно еще можно вспомнить агро паладина например агро паладина друид агро и и вольф саман это очень распространенные классы тир один по версии темпа шторма все равно сейчас мета далеко не агрессивная она очень разнообразно и я не думаю что даже в нынешней мете бы данная карта зашла хотя и столько для очень каких-то рамп тяжелого друида может быть может быть так что шанс у этой карты есть и есть солидные но далеко не факт что она все же будет в ладере что касается арены но на арене вообще игра о том кто займет стол быстрее и данная карта она но она не в подходит под данные под данную концепцию потому что ты должен терять наоборот стол для того чтобы разыграть эту карту хорошо а ты это совершенно не хочешь и учитывая какие проблемы у друида с римуэлами нафиг оно надо соответственно для арены я считаю что эта карта довольно плохая еще одна карта друида эпик фейт спиннер за 5 маны 5 3 выберите смертельный хрип противнику ваш выбор не будет виден наносит 3 единицы урона всем существам это тоже самое что карта раскопанное зло у жреца я имею до эффект урона либо дает опять же всем существам и своим противникам плюс 2 плюс 2 это немного похоже на виспс of the old gods так ну что мы можем сказать здесь во первых эта карта дает маневры для блефа то есть противника например несколько существ с хиленьких стоят на столе мы достаем фейт спиннер и противник понимает что скорее всего там есть нанесение урона а у я не разбивает его после этого же мы выставляем огромное количество существ и соответственно уже тогда размениваем фейт спиннера и получаем баб я не думаю конечно что это будет часто работать но все же все же такая возможность есть до для блефа что же касается самой карты во-первых стоит отметить что это а у е друида у которого ну скажем так жестко не хватает потому что да и он имеет старфул но 2 урона за 5 маны ты сейчас нынешних условиях совершенно не серьезно здесь же все же 3 однако стоит отметить что три но замедленные то есть если тот же excavated evil жреца ты мог сразу донести и зачистить стол то здесь нужно подождать ход и чтобы тогда уже ударился фейт спиннер и случился смертельный хрип ну конечно же мы можем конечно же противник может как ты вот условно превратить во что-то либо сайланс наложить и в общем то ничего не сработает поэтому в плане контроля мне кажется эта карта не очень то интересная потому что эффект все же не сразу случается однако куда вообще можно эту карту положить пожалуй можно положить может быть можно положить в агрессию в агрессивные колоды да потому что агрессия все же тоже может потерять стол и после этого вернуться и как раз таки фейт спиннер для этого и нужно чтобы как-то сделать ауешку а потом в то же время можно и очень хорошо занять стол и соответственно выбрать плюс два плюс два то есть это и первый и второй эффект и теоретически полезны поэтому может быть может быть в него выложится фейт спиннер в агрессивного друида что касается арены ну на арене в первую очередь важные характеристики здесь же характеристики слабые и даже вот то что он может забавить на плюс два плюс два это не сильно большой бонус потому что если бы это и считалось то например спауном зоц был бы неплохой картой за тройку который бафает всех на плюс один плюс один своим смертельным хрипом но нет поэтому я считаю что эта карта довольно слабая потому что ну все же 5 3 это не серьезно ну и на закуска для друида у нас легендарных карта хат ронакс за 9 маны 37 зверь значит вся синергия со зверями работает смертельный хрип призывает ваших существ с провокацией которые умерли в этой игре очень-очень многие когда увидели эту карту сразу такие ооо новый инзот а потом это все же смертельный хрип да и смертельный хрип делает эту карту намного намного более медленной и даже то что она на единицу а вроде меньше стоит это ее не спасает при том что еще и характеристики 37 очень-очень какие-то слабые и даже разменять ее на следующий ход будет проблемой значит ну давайте подумаем как же мы можем вытащить велью из этой карты если исключить вообще началась все же это не очень хорошая идея что же свое существо и давайте две карты противником значит нам нужно как-то скрыть хадронакса другим путем для это у нас есть другая легендарная карта а именно умра но цена умбры плюс цена хадронакса не позволяют нам скастовать это все на в одном ходу если конечно мы не будем использовать энервейт плюс монетку ну или два энервейта что конечно очень и очень трудно мы можем конечно вороватого задиру разыграть какие-то монетки оттуда получить на все равно это все конечно очень очень тяжело может быть мы можем разыграть это в один ход если будем разыгрывать через квест до когда эти карты будут стоить по нулю но тоже не совсем все здорово потому что и эта карта с атакой 3 и умбра с атакой 3 и большинство таунтов тоже с атакой меньше чем 5 то есть и друид когтя и всевозможные дракона доисторические и тарк рипер то что хочется использовать да что хочется воскресать кадрон аксом в общем то это не очень помогает все квеста вот в итоге получается что кадрон акс слишком медленные применение ему трудно найти трудно трудно что касается арены все зависит от того сколько вы таунтов наберете при этом стоит учитывать что далеко не всех таунтов он воскрешает и если таунт приобретенный то есть например как у древа войны он получает забав здоровье и провокацию а не имеет провокацию по умолчанию то такой такие карты не будут воскрешаться в отличие от опять же того же друида когтя который превращается в медведя и а медведь по умолчанию имеет провокацию на очереди у нас охотник и его новый забавный зверь бир шарк за 3 маны 4 3 характеристики не может быть целью заклинаний или способности героя это конечно все очень здорово для охотника потому что охотник бафает если своих существ бафает через других существ а именно через царя либо через раптора нового который адаптирует то есть для тебя это никакие никакого дискомфорта и мунг заклинанием не дает никакого дискомфорта вот противнику дает и вроде бы очень сильная тройка однако для охотника ну охотнику совсем не нужны тройки ему постоянно дают много-много хороших тройка но как же их все добавить колоду потому что в есть и спустить собак и крысиные стаи и питомец и лук и килкоманд и нету места для бир шарка я уверен в этом даже зип ганнер то не играет а он на мой взгляд немного лучше существо хотя конечно все равно карта хорошая и также очень хорошая его его способность а именно невозможность уничтожить это заклинанием для новой способности без кнайта до который хантера будет а именно билд и бист то есть можно делать того же сагота из бир шарка и ну например стегодона да еще будет даже больше за все те же за все те же 9 маны будет 69 существо с также ему нам только еще и зверем то есть для конечно же этой способности бир шарк хорош что касается арены то тут тоже плюс-минус с одной стороны неплохое существо с другой стороны даже на арене мы заранее готовы к тому что много троек наберется охотник и соответственно если мне вначале были в первом пике предложили бир шарк либо чудесного дракончика что является картой хороший но чуть выше среднего то я бы с очень очень просто взял бы дракончика на самом деле потому что опять же троек много плюс двойки нужны пока еще не совсем ясно как в новом дополнении с двойками с количеством их соответственно и здесь бир шарка не ценится не будет цениться слишком уж высоко далее у нас новая ловушка веном страйк трав когда вашего существа атакуют призывается 23 кобра с ядом 23 и кобра с ядом это известное нам существо до обычная за тройку то есть немного напоминает нам данная ловушка что-то среднее между бир трапой то есть если что-то происходит то вызывается существо за три и снейк трапой выходит существа когда атакуются ваши существа как оценить эту карту да вроде бы неплохая вроде бы я не вижу в ней ничего невероятно сильного просто очередная трапа и опять же что-то среднее между снэйком и бир трапой и куда ее положить не совсем ясно потому что не в того же мид рейндж охотника да не здорово потому что что это мало атаки агрессии не особо много и даже с нейк трапа будет лучше я считаю учитывая всю синергию нынешнего mid-range hunter и значит качрик будет лучше потому что больше атаки больше агрессии но и не с нейк трапа не играется не качрик не играется соответственно я не думаю что веном страйк будет играться да хотя играется лук стоит заметить но трапы вообще никакие не играются соответственно не думаю что и веном страйк трап сейчас нужен данному mid-range hunter в то же время бир трапа лучше против каких-то агрессивных колод если ты пытаешься собрать контроль охотника нам же показали нового дескнайта рексара до сталкера соответственно мы думаем о контроле я не думаю что и здесь это очень здорово уместно опять же хотя бы бир трапа при атаке вашего героя доставал таун что защищал от следующей атаки а здесь же и будет просто существа игнорировать и змея никак не выйдет никак если она даже выйдет она никак не заблокирует урон в общем как то так вот вроде бы неплохо вроде бы и пятое колесо нет это конечно же есть что это же конечно хорошо что есть в ассортименте это карта но просто действительно сейчас я не вижу для нее из большого потенциала в ладере что касается арены опять же мы можем где-то экстраполировать до между убер трапа и ценностью данной карты что было где-то в терлисте 60 с небольшим и зверем зверем который 2 3 кобра который 60 тоже там с небольшим учитывая что медведь сам по себе это 50 если кто ссылку на терлист по которому я примерно вспоминаю вы можете найти ниже всех вот этих объяснений ниже этого видео я тогда выложим так вот если это все вместе взять скомбинировать но получится где-то тоже 60 но может там 68 70 может хотя бы не на не знаю не уверен что 7 да где-нибудь 60 там 568 то есть тоже хорошая карта все далее у нас идет эпик об имена и был боуман затем маны 76 характеристики смертельный хрип призывает случайные союзные случайного союзного зверя который умер в эту игру за эту игру значит ну чтобы понять ценность этой карты нужно примерно сравнить две схожих с ним а именно саванна хаймина который играется всегда и везде и отличнейшая карта и змея за 7 маны который не играется в ладере неплохая карта для арены но не более того ну почему хаймин играется почему не играется динозавр потому что хаймин во первых намного агрессивнее во вторых вызывает двух зверей в отличие от динозавра который достает мурлоков на и все же стоит на единицу дороже что очень важно цена у боумана такая же как у динозавра чуть-чуть он более агрессивные но не сильно то есть не сравнится все же с хаймином если бы был бы как хаймин то был бы 7 7 6 ну вот и соответственно нужно доставать сам он зверем не является стоит заметить что важно достает он только зверя и мы должны значит представить что это должен быть за зверь он всего один выходит не как две гиены у хаймины не три мурлока соответственно характеристики у нас должны быть посолиднее и из чего мы делаем вывод что ни в какого мид рейндж хантера никогда он не войдет потому что собаки коты и крысы нам его будут ломать 11 существо мы совершенно не хотим доставать им тем более попуга еще есть значит нам нужно положить это какую-то версию контроль хантера контроль хантер тут тоже проблема да там нужно во первых класть кого-то хочет положить ну может быть даже того же стега дона ты можешь положить том что все же таунт какой-никакой за четыре мана да будет неплохо если он выйдет из-за бомена или там руха который вряд ли вообще проблема да если мы будем делать такого хантер там вряд ли будет много существа иметь на столе если не будет много существа стали иметь значит вряд ли рух будет иметь таунт но все же как ни крути 47 зверь что неплохо или может быть там не знаю тигр или может быть кодом ну в общем что то такое плюс а звери которые скрещенные через билд и бист через рексара диск на это но все же проблема контроль хантера не в существах проблема контроль хантера в риму валах очень тяжело он справляется с этой задачей и пока мы не увидели ни одного хорошего риму вала и поэтому говорить о контроль хантере так себе затея поэтому не очень много перспектив я вижу у болмана в ближайшие четыре месяца скажем так ну по крайней мере с теми картами что мы увидели пока сейчас что касается арены но на арене то все зависит от того каких мы зверей набрали если мы набрали кучу всевозможных котиков и попугаев то это конечно не очень здорово если у нас солидные звери то соответственно и цена болмана повышается хотя даже если мы просто достанем условного раптора это уже неплохо и оцениваться он будет как даже может быть очень хорошая карта и лего для охотника профессор мирзоцит 4 маны 5 4 характеристики солидные характеристики для четверки после того как вы разыгрываете секрет выкладывается еще на поле боя случайный секрет соответственно вы можете как минимум разыграть на 6 ход мирзоцида плюс секрет и получите два секрета один тот что сыграли и один случайный в идеале конечно в мечте мы можем разыграть вместе с хантерс за 3 маны выложить ее на третий ход у нее здоровья много она на будем надеяться что выживет после этого мы разыграем мирзоцида и разыгрываем два секрета каких-то и соответственно получаем четыре секрета сразу что конечно очень очень сильно учитывая что нам показали еще новый секрет может быть это в подтолкнет охотника медренч снова играть секрета потому что в нынешнем условиях он от них отказался полностью потому что и по часа убивает трапу фризинг и в общем не очень они много вылюдают такое как я оцениваю эта карта сама по себе неплохая вроде да потенциал в ней есть дед дешевые хорошие характеристики все в ней хорошо но нужна ли она не думаю что вот из-за нее одной нужно прям строить колоды и ради него нет это так просто помощь какой-то момент очень напоминает мне например принцессу хухуран который тоже хорошая карта пятерка которых очень мало охотника звери эффект хороший они играются совершенно потому что просто не играется не так востребовано то самое я считаю что и профессор может заиграть может не заиграть сам по себе не настолько он великолепен на арене все будет зависеть от количества ваших секретов опять же хотя просто опять же 54 за 4 это неплохо в нынешних условиях это выше среднего как минимум теперь перед нами маг и его первая карта айс валкер за 2 манны 13 элементаль ваша способность героя также замораживает цель то есть не просто наносит единицу урона и после этого еще и замораживает ну вроде бы как бы мы еще сегодня увидим очень много карт которые вроде синергируют с этой картой и может показаться что айс валкер карта классная да тем более классно же вроде и урона но еще замораживает сейчас красота но мне кажется это ошибочное суждение потому что как нам показал опыт большого турнира что карты на inspire а это в принципе inspire карта они не работают они не хорошо себя проявляет потому что пользоваться своей способности это слишком слишком медленно и мы теряем темп когда ее используем и даже например та же карта fallen hero который уже нету в стандарте но на мой взгляд она была куда более солидный не зли айс валкер даже учитывая всю его синергию последующую что мы увидим поэтому на мой взгляд айс валкер не очень классная карта на арене эта карта я думаю вообще плохая потому что для арены уж точно уж точно мы хотим существо с нормальными характеристиками а не 13 fallen hero был 32 за 2 что хорошо 13 за 2 это совершенно не хорошо и пытаясь как-то замедлить противника заморозкой мы лишь дадим ему несколько ходов форы когда он будет строить стол все больше и больше и в результате он нас сметет в один прекрасный момент поэтому поэтому даже с волкера на арене даже ниже среднего бы оценил колд в рейс тройка для мага 34 характеристики замечательные характеристики боевой клич если враг заморожен берете карту причем не сказано что если там за каждого замороженного нет то есть с просто новые теоретически работать не будет в плане того что вы много заморозили много взяли карт нет всего одну соответственно вообще многие сразу начали говорить о том что хорошая карта для фризмага нет совершенно не хорошая карта совершенно не нужная для фризмага потому что фризмаг не смотрит на характеристики ему важна цена и поэтому новос инженер за 2 маны будет всегда лучше чем за 3 маны не всегда работающий колд в рейс с чем хорошо вроде бы неплохо синергирует очень с водным элементалем потому что тот постоянно может замораживать и соответственно мы возьмем карту да и водный элементарь это такое существо mid range темпа соответственно и колд в рейс по такому же принципу значит теоретически мы куда можем положить на какой-то может быть элементарь колода мага возможно все же опять же характеристики хорошие не устану это повторять но мне кажется что все равно у такого мага будет куда больше карт интересных и нужных для колоды нежели вот колд в рейс поэтому да неплохо до потенциально но мне кажется не настолько чтобы прямо хотеть ее положить что конечно не сказать на у арене потому что на арене это вообще замечательная карта и даже без боевого ключа главное что из 34 это очень очень здорово вот и этого достаточно для того чтобы окрестить ее как очень хорошую тем более все же иногда там и кого-то подморозим и возьмем карту что здорово далее на очереди гасли конжурер за 4 маны 26 характеристики не очень хорошие но боевой клич добавляется мир и матч то есть зеркальные копии заклинание вашу руку то есть вот это вот штуку значит как нас учит жизнь и hardstone в том числе все что дается на халяву все здорово и даже вспоминая опыт огневичка и mid-range hunter а куда никаким вроде бы образом огневичок не вкладывается и все равно он дико популярен там это правило она прям вот железная в хардстоне халява здорово тем более халява за единицу маны тем более заклинание для мага который может и манна верма раскачать и значит антона даст это достать вместе с этим получить фаербол и чё угодно йог сароны раскачать и защититься в конце до концов да ведь это если считать на 5 ход то получается 2 10 характеристик с двумя таунтами что тоже ведь здорово помимо этого можно играть вместе с open the gateway the wait gate вот с легендарным квестом мага что тоже здорово в общем-то газ для конжурера можно много где использовать и везде эта карта хороша будет ну неплохая как минимум да может быть для совсем для совсем уж темпом и и играть не будем все же характеристики в атаке слабоваты но для всего остального почему нет для комбо для контроль и прочего то есть можно смело оценить эту карту как хорошую то же самое для арены она просто хороша по характеристикам а значит хороша и для арены даже как очень хороша время сладенького легендарная карта мага синдрагоса 8 маны 8 8 призывает боевым ключом 2 0 1 замороженных чемпионов как же выглядят наши чемпионы вот так вот смертельный хрип добавляют случайные легендарное существо вам в руку случайная значит что далеко не только мага может быть до любых других классов это могут быть легендарные карты что на самом деле очень здорово и если мы будем говорить но вспоминаем того же мил сезара неудачные опыты с ним на арене последних времен показали что мил сезар то плохо хотя бы потому что он для одного класса легендарные карты только может доставать до того за кого ты играешь а ведь самые лучшие легендарные карты они как правило именно классовые большинство но имею ввиду что средние классовые легендарные карты она намного лучше чем мы средняя общая легендарная карта вот моя мысль соответственно и фрозен чемпион поинтереснее чем то что будет приходить с мил сезара ну так как это дракон синдрагоса хоть и мертвый мы конечно же должны сказать о синергии на драконах что может быть мы можем такого мага сделать не думаю потому что все же в отличие от жреца синдрагос я считаю что хуже чем оператив пристовский да и да и зелья огня драконьего нету мага соответственно о драконьих колодах не стоит так рассуждать да не такие они потенциально сильные если нам конец драконов еще не покажем а вот о чем хочется поговорить предыдущем дополнение мы видели легендарную карту пироса у мага и говорили о том что пирос очень хорошо взаимодействует с зотом хорошая комбинация потому что сразу двух достает зот воскрешает пиросов и здесь очень хорошая но опять же когда мы говорили о пиросе мы говорили что да это все здорово но вот вообще в мага не очень хорошо заходит потому что не так много смертельных хрипов интересных для мага вот появились два смертельных хрипа за одну в одной карте да сразу две легендарные карты нам дрогают то есть учитывая еще элементалий которые за 2 маны которые дают случайные заклинания в принципе неплохого зот элементали мага собрать солидного то есть интересно интересно получается конечно это мега жадно потому что зот 10 и это 8 и пирос сам по себе карта очень жадная но все равно мои проблески будет так же вроде называется элементально за 2 тоже карта жадная но я люблю жадные колланды вот я к чему то есть я вообще ожидаю что син драгоса увидится у нас в ладерной игре вот ну конечно же это очень сильная легендарная карта для арены потому что и характеристики для восьмерки приемлемые и возможность получить 2 2 легендарные карты дополнительно это вообще замечательно проблема конечно 0 1 на этих убить но на худой конец мы можем собственные способности убить хотя и мы можем быть для арены опять же всякие дарка рендборфы и прочие по ушины за тройку до 2 урона по всем я не думаю что будет большая проблема если у нас их не заберет подлый жрец у нас у магов то все это очень здорово и еще больше морозной сладости идет мага фрост лич джайна без кнайт новый новый вообще чем чем же славится новые дополнения значит 9 маны много 5 армора видимо у всех будет 5 армора боевой клич у всех смысле рыцарей смерти боевой клич призывает 36 водного элементаря на стол но обычный водный элементарь который с самого начала игры присутствует у мага ваши элементаря теперь имеют там похищение жизни сладенько сладенько что же дает способность на что же меняется способность айси тач за 2 маны наносит единицу урона ну как и было если это единица убивает существо призывается водный элементарь не кисло скажу я вам да не каждый ход получится призывать водного элементаря это все же не 66 жараксуса однако все же периодически это будет удаваться сделать и это здорово даже можно по своим в конце от концов выстрелить и значит близарды нас ну в общем для чего создана эта способность как это объяснили сами близые что хотят сделать новый вид контроля который будет контролировать стол если до этого такой такого в принципе архетипа не было потому что весь контроль заключался в том что найти какую-то комбинацию как правило либо там одним единственным существом убить то здесь мы будем уже прям массивно массивно его занимать и кучи элементарий и выигрывать за счет этого именно в контроле не в mid-range раньше не работало это на одной хотя бы вспоминаю того же mid-range амана почему это была проблема почему это было трудно сражаться с контролями потому что был такой был такой архетип как фризмак который внулище просто контрил mid-range амана из-за того что я не говорю о данные к данном конкретном сезоне не а данной конкретной мете а о том что было так вот контрил его фризмак потому что он не давал ему совершенно никак про атаковать если же он открывал получал там у мага прокласть бог и из-за отсутствия лечения mid-range умирал до было там попроще немножечко палатину но все равно это было тяжело все же маг это более был маг такой вот контроль с такой значит картой он будет все же более походить на шамана потому что никакого лечения по умолчанию это вроде нету опять вспоминая старые времена не не те когда ему надавали уже огромное количество лечения и mid-range стал его использовать так вот здесь же здесь за счет лайфстила мы сможем контрить фризмаков и даже даже если он заморозит всех существ и существа не смогут про атаковать боевые ключи существ будут вас все равно лечить то есть например 77 который вернее 55 за 66 за 7 который 5 урона наносит боевым ключом соответственно помимо урона он еще и делает лечение и это здорово да или в тоже феникс который два урона будет наносить так что я думаю лечение даже против приз мага будет достаточно ну и конечно же армор это всегда хорошо против без мага потому что алекстразы он избивает в общем-то оцениваю как просто ли джайну как очень интересную карту ну конечно же на арене очень солидно потому что на арене и у мага замечательные способности очень очень часто кого-то добивает и призывать с каждой способности водного элементария это но не с каждой опять через может две три это это круто жду не дожду когда жду не дождусь когда уже смогу поиграть рыцарями смерти вот этим ей закончим а 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 основание а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok